Апокалипсис, глава 18 Великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с ней, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог вспомянул неправды ее. Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее, в чаши, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей, ибо она говорит в сердце своем, сижу царицею, я не вдова и не увижу горести, зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее. И восплачут, и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее, стоя издали от страха мучения ее и говоря, горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий, ибо в один час пришел суд твой, и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весонные порфиры, и шелка и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора, корицы и фемиама, и мира и ладана, и вина и илия, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих, и плодов угодных для души твоей не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его. Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, и говоря, горе, горе тебе, великий город, одетый в бессон и порфиру и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час погибло такое богатство. И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море, стали вдали, и, ведя дым от пожара ее, его запили, говоря, какой город подобен городу великому. И посыпали пеплом головы свои, и вопили плача и рыдая, горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час. Веселись, осем, небо, и святые апостолы, и пророки, ибо совершил бог суд ваш над ним. И один сильный ангел взял камень, подобный большому жерному, и поверк в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон великий город, и уже не будет его. И голоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет, не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества. И шум от жерновов не слышно уже будет в тебе, и свет светильника уже не появится в тебе, и голос жениха и невесты не будет слышно в тебе, ибо купцы твои были вельможи земли, и вы волшебством твоим введены в заблуждение все народы, и в нем найдена кровь пророков, и святых, и всех убитых на земле.